Трое собрались. Другим я что-нибудь придумаю. Мы начали вычислять процесс. Долго вы будете собираться до конца с этого семинара. Мы начали вычислять диету. Вышили маточный элемент. Мы с вами обсудили, что мы попробуем еще чуть-чуть продвинуться. Чтобы посмотреть, как вычислять маточные элементы. Мы уже с вами вычисляли простые шкуры. От двух, от четырех, когда гамма-матрица. Здесь будет возникать чуть побольше. И как с ними иногда можно бороться. Для этого я предлагаю, может быть, в прошлом семинаре я писал. Теперь давайте кто-нибудь из вас попробуем пописать. Давайте кто-нибудь из вас. И запоздавшись. Значит, итак, вот наша амплитуда, где имеется нитриарный часть маточного элемента, который имеет вот такой вид. А это процесс очумевания, да? А, есть еще один. Есть еще один. Берите любой, какой вам нравится. Вот это еще на раз напоминаем. Мы будем со вчерашнего дня в ней проживали, да? Это процесс е на е. Так? Ну вот, давайте попробуем вычислить маточный элемент. То есть, нужно что? Маточный элемент в квадрате взять. Правильно? А там можно включить свет какой-нибудь. Вот. Так. Значит, во-первых, есть что? Есть квадраты, да? Вот квадрат 2 на квадрат 2 и квадрат 2. А есть четыре красочки, да? Ну давайте попробуем. Вот если мы учим квадрат 2, это начнете. Наверное, будет здесь все просто. Ну давайте по словам начнем. Вычисляем квадрат от этого, да? Это как вы увидите? Попробуем. Да, то есть, вот это, да, на... Ну, эрбитовое сопряжение, да? Ну, эрбитовое сопряжение мы знаем, да? Ну давайте попробуем пишем. То есть, причем мы можем разделить на 2, да? То есть, здесь квадрат вот этого, да? Это же два числа, да? Правильно, да? То есть, квадрат вот этого и квадрат вот этого. Согласны? Ну давайте запишем, как это будет. Ну, начнем вот с квадрата вот этого, да, так, да. Это плюс u от p1, да, гамма-кьюн, а у от p1, нравится на ущердоке, да? Какие-то сопряжения... Грамма, какая-то альпа, да? Ну, потому что здесь, если мы стоим на любви, да, то в другом будет элемент, я думаю, там альпа-альпа будет стоить, понятно, да? Ну и дальше это проносим шпуру, да? От чего? От гамма-кью, да? Вот это, переставляем сюда, помните, да? Нет, не помните? Смутно. Ну тогда, если смутно, давайте еще раз. И, и ж, да, ж, да, там, не знаю, k, k, l, l. Берем, теперь это сюда переставляем, да, и возникает шпуру. Начинается на i и кончается на i, да? А u на u с чертой – это матрица плотности. Если мы не интересуемся по поляризациям, то есть суммированным среднем, то эту матрицу плотности мы с вами знаем, да? Это, соответственно, будет что? p плюс m, правильно, да? Согласны? Ну и пишем. То есть будет тогда гамма-мю, да? Здесь будет стоять k1. k1, ну такой, со шляпой, да, представляете? Которая, ну, u на u чертой, да? Оно равняется p со шляпой плюс m, да? Где p со шляпой, вспоминаем, да, это, то мю, но на гамма нельзя. Было такое, да? Ну вот. Так, да? Ага, вот это, сюда еще перенесли, гамма, почему ню, гамма-макро, гамма-макро и еще одна матрица плотности, да? p1 плюс l, да? Так, да? Ну, это мы вычисляли, но я предлагаю, в дальнейшем мы сейчас будем писать, но, в принципе, мы будем, давайте ограничимся улитералитерическим случаем. То есть массу можно положить равную нолю. Ну, проще, чтобы нам вычислять, да? Если мы массу полагаем равную нолю, да, то здесь возникает что? От 4 гамма-матрица, правильно, да? Которую мы с вами вычисляли. Было дело, да? И равно, чему не помните? Не помните? Не помните. Ну ладно, давайте, да, еще раз. К, здесь пишем гамма-мю, да? Шпут пишем. Гамма-мю, здесь будет, так сказать, это будет за счет, гамма-мю, не знаю, там гамма-какой-то, с каких-то индексом, не знаю, другим, ню, да, на… подождите, я уже не внести. К ка вынести сразу, да? Вот, потом стоит гамма-альпа, да, и еще какая-то матрица И, да, стоит. А здесь будет стоять что-то тогда? К1 всего-то µ и на P1 и так, да? Ну, это от уровня, в чем помните, это 4, да? g µ на g альпа и минус, вот так перекрестное и плюс опять вот так, да? Ну, запомнили эту формулу, я же говорил, да? Все перестановки, так сказать, с переменной знака приказывают перестановки даже, как и индексов. Непонятно что-то? Ну, начинаем пишем. Ну, давайте, пишем, как за минуту там же. Да, пишем, равняется, это будет, вот это остается, да? P1 бит, АК1 ну, да? А здесь 4, да? Скобку открываем и пишем, что g µ µ на g альпа и д. Так, и плюс g µ и д на g альпа. Ну, это шкур вы вычисляли с вами. Ну, как-то легко запомнили как-то. Ну, вы же понимаете, вот так индексы, да? Потом минус через один и плюс еще раз через один. Вот. Ну, если мы теперь это все перемножим, то получится... Получится сколько? Я напоминаю, что здесь мы сделали переход. О, я выравняю целую зуб в этом месте. Я просто подпишу. На всякий случай. Это будет что? Ну, то есть, все равно, все равно, все равно, все равно. Да? Да. 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 Согласны? Здесь будет g и альпа останется, правильно? Ну, здесь ни и ню. В и альп остается, g и альп остается. Но это просто хотя бы и протекает. Правильно? Так? Согласны? Вот. Значит, начали с вами с простого числята. Здесь уже можно сразу писать ответ. Смотрите, здесь стоит P1, K1, здесь стоит P2, K2. То есть это с заменой P1 на P2 и P1 на K2. И сверху их. Классно? Ну давайте попробуем еще там дальше продвинуться. Нет, зачем? Мы же уже знаем, что это все умножается на 4 и на 4. Только теперь внизу надо записать, правильно? Чтобы было согласовано, а то иначе нам могут указать. Вы здесь вот так вот писали, чтобы разник индексы вам не затеняют смысл. То есть имеется ввиду скалярное отразление четырехмерное. Ну вот, а теперь зашлих надо просто переносить, да? И вот уже будет ответ. Ну, ответ я найду. Некоторые части. Здесь будет стоять P1 на K2, да? Ну как мы начали делать вот так, да? С этого вот, в общем, будет минус P2 на K2, P1 на K1, да? И плюс P, соответственно, P1 на K2 и K1 на P2. Ну, а теперь это перемножаем, да? К2 на K2. И... К2 на K2. Ну, значит, вот это умножили вот на это сначала, это вот это, правильно, да? А теперь вот это умножаем на это, вот это умножили, а здесь сколько будет? И еще четыре. А, да, четыре. Правильно? Правильно? Вот здесь четыре. Раз, два, три, а, вот это вот вы начали писать. Так, да, и еще один член остался. Так, вы смотрите, если у вас был минус, здесь тогда плюс она будет, если вы вот это умножаете на это. И еще один член остался. Так, все хоть только недавно проснулись, проверили, посмотрели, не делали, там дубикса или еще в чем-то не ошибся. Ну, а это я не посмотрел. Так, это теперь вы перемножаете вот здесь, да, это b1 на к2, здесь перемножаете будет минус, и здесь будет плюс половина. Так, ну вот, все, да? Ну, теперь можно еще, ну, все энергии и все импульсы одинаковы, правильно, да? Мы рассматривали сразу, рассматривали здесь те центры инерции, да? Тогда все импульсы и энергии одинаковы, и b1 и b2. Что у нас, в начале было b1 и b2, да, они противоположные импульсы, да? К1 и b2 тоже противоположны, на югл мы следим еще и все, да? То есть, в этом смысле, здесь, когда вы начинаете расписывать вот эти b1 на b2, да, в этом будет, что? Это будет 2 энергии в квадрате. Нет? Ну, да, они жмелся. Да. Да, давайте нам напишем их еще. Попытаемся их это писать. О, далеко не укрепите, а то это самое. Давайте поближе сюда. Да, вы начали их это здесь писать, поэтому придется двигаться в ту сторону. Значит, остается 16, да? Здесь что остается? 2. Ну, понятно, давайте ε4 сразу вынесем. Ну, понятно, что в плане где-то четвертая степень будет. Так, да? Теперь открываем скобку, да? Вот здесь будет двойка, правильно тогда? В этих единицах. А здесь k1 на k2 будет что-то? Тоже... Ну, давайте вдруг у вас частицы сталкиваются и под q разлетаются. Правильно? Это будет тоже двойка. Так? Теперь, ну, введем двойный угол между p1 и k1, например, да? Ну, p1 и разлетелись, да? Тогда это будет сколько? Это будет единица минус косинус угла, правильно? Единица минус косинус т. Тогда он... Согласны, да, что я говорю? А p2, k2 будет что-то? Тоже единица минус косинус т. Да? То есть это в квадрате все. Так, минус написали. Вот. Потом здесь... Теперь смотрите, p1, k2, это будет что? Будет единица плюс косинус т. посинус т. Ну, если здесь нет таких... Ну, вовсе, что... Вместо p1 и k1, то между p2 и k2, это круглый обвиняется. Да? То есть здесь будет совместительница плюс косинус т. Единница плюс косинус т. Единница в квадрате. Согласны? Вот. Здесь, опять, p1, k1... Ну, это надо было вам, конечно, посокращать. Для начала. Зря мы стали... Давайте посокращаемся сначала. Мы сейчас долго так будем писать. Я... Увлекся, так сказать. Давайте, вот смотрите, p2... Нет. Ну, здесь некоторые увеличиваются, некоторые, так сказать, уменьшаются. Вот, давайте, p1... Вот смотрите, вот это... Да? Они что... Нет. p1, k1, да? Вот, p1, k1, да? Вот это вот, да? И минус, да? 2, k1. И вот здесь вот... На штампе 50 косморда. Ну, не знаю. Как это делать? Ну, там у тебя один, по-другому становится. Тоже у тебя три таких аграция. Ну, вот, и четыре, или что даже нет. Нет, нет. Вот, это последний. Ладно, давайте... Хорошо. Систематически давайте это сделаем. Подсчитываем. П1 на p1, да? Которые? Давайте я не подчеркиваю, где-то на него. А, ну подчеркивай. Я думал, вы писали бы все. Так, да? Вот. p1, k2, да? Да? Сколько их еще? Давайте, ищем такие. Где? Есть такие еще? Нет. В процессе. А, ну, слушай. Нет, только не такой. Вот. Вот. Еще есть? Смотрите. Нету, да. Значит, таких будет два, да? И вы их уже написали, да? Потому что там еще двое куда-нибудь писали, да? Это же вот это, правильно? Правильно? Теперь вы писали вот это все, да? Так. p2, c2. Есть еще? Еще. И вот. Еще. 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 И вот это, да? Вот. dv. Ну, давайте теперь считать эти самые. Сколько чего-то случилось? Смотрите. 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 Раз. Два. Три. Четыре, да? И вот четыре, да? Сократилось, да? Так что может нам стереть, да? Ну, проверьте, сократилось или не сократилось. Вот. Сократилось. Потом. Давайте смотрим. Что еще? Вот эти два остались, да? Вот этот остался. И вот этот. Сократилось? Ну, проверьте. Сократилось. 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 Ну, проверьте. Чтобы все было правильно. Ну, проверяете или не проверяете? Ну, сейчас. Давайте еще раз быстро проверим, чтобы не ошиблись. Значит, начали умножать вот это. Все сначала, как говорится. p1 на p2, вот этот, да? В следующей задачи. Потом минус p2 на k2 и p1 на k1. Потом плюс p1 на k2. Потом минус p1 на k2. И плюс p2 на k2, да? И плюс 4 и минус p1 на k2, да? Потом плюс p1 на k2. и минус p2 на k2 и плюс p1 на p2. Все будет правильно. Теперь давайте еще раз познакомим сокращение. p2 на p1 еще есть здесь чего-то, где я подчеркнул. И вот этот 2, то есть это как раз таких мы сказали, что дает каждый раз по четверке, правильно, да, и еще двойка, ну, может быть, вот двойки написано. Первочерк вот этих вот с волнистой линией, это p2 на k2, да, p2 на k2, p2 на k2, p2 на k2, и вот еще p2 на k2. И еще вот здесь, p2 на k2, да. То есть тогда получается минус, минус 2, плюс 2, плюс 2, плюс 1, 0, правильно, да, исправляем. И осталось еще вот то, что, вот таким почерком, это p1 на k2, да, p1 на k2, да, p2 на k2, вот это, и вот там, да, они с плюсом, да, ровно. Ну, тогда вот так, да, ну, проверьте, не ошиблюсь, и мы. Значит, вычисление вот этого, значит, смотрите, ну, вот сюда теперь давайте вернемся. Здесь вычислить этот самый знаменатель, да, очень просто, да, потому что это будет сколько? Вот это вот, ну, в этих единицах, смотрите. Вот k1 в квадрате будет сколько? А, ну, да, p1 в квадрате, нет, k1 в квадрате, и 0, а, ну, да, ну, вот. И будет как потом, да, значит, будет l в квадрате, l в квадрате, да, отнимаем cл в квадрате, да, и будет минус 2k1 на b1, согласны? Ну, а k1 на b1 мы опять расписываем, да, через v, ты веришь? Так, да? А вот, значит, теперь, что, теперь, ну, это мы, наверное, не будем вычислять, да? Здесь понятно, нужно k1 и k2 поменять местами. Видно всем, да? Ну, k1 и k2 меняем просто местами, да, и получаем ответ. Согласны? Вот, а теперь, ну, я все это вычисление заделал, так сказать, из-за того, что здесь есть перекрестный член. Вот это мы, без меня вы уже могли сосчитать, то, что он сейчас сосчитал. А вот перекрестный член давайте посмотрим, квадратный. Значит, q от p1, да, например, гамма-мю от k1 у от b2 А, не получится. Не получится. Вот k2, гамма-мю внизу у от k2 да, да, ну, а здесь мы начинаем, да, у с чертой от k2 да, ну, вот этот сначала, потому что там уже у от k2 стоит гамма-мю гамма-мю да, у от p1 да, а здесь у от k1 от p2 гамма-мю от p2 Ну, теперь давайте попробуем вот здесь разобраться как я уже только что сказал, я заделал это вычисление ради этого члена Какой здесь шпур вы видите, или никакого шпура здесь нету? да, ну, а здесь у нас нету ну, вот у нас нету а если вот этот подставить вот p1 у нас нельзя сказать, если его вставить пустому да, то она выше п1 да да нет, ну, не сюда только вставить ну, а вот сюда ну, чтобы был у от p1 да да понятно, да? ну, в уме, как это, давайте, ну, просто отъедем и будем еще раз переписывать вот это вот вот это выражение, да, мы подставляем, ну, стрелку покажите, куда вы хотите подставить вот сюда вот сюда вставим, да так, да? и тогда получится что? тогда получится шпур какой? гамоню, да подождите, как гамоню гамоню? подождите 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 гамоню вы гамоню поставили здесь стоит что? может, это плотность? да как вы быстро засчитали да непонятно, зачем я начал это все так 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 гамоню так так О, так да, ну проверьте, так или не так? Ну и возник шпурт, от чего, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, чего-чего? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Каких семь? Что-то потеряли, вроде. Сейчас. Ну, когда там человек получился? Сейчас он напишет, и будет объяснять. Он пока что сам потерялся. Ну, а вот этот, это, от подвата, надлится плотности. Так, давайте вот там, выберки есть, с места, что-ли, ничего не понятно, что вы здесь пишите. Ну, когда привезли вот эту вот часть со стороны, то у нас получилось. Вот это перекрестный член, L в квадрате. Там квадрат только что пытались сосчитать, а это перекрестный член. Ну, еще раз повторяю, квадрат, вот один, вот, вот, обсудили, как считать. Этот уже, мы не будем обсуждать, потому что это просто замена К1 на К2. Вот. Ну, это в виде домашнего репресса упражнения, да? Есть еще перекрестный член. Вот один из них он написал, ну, там будет два, будет возникать, да? Вот один из них он написал. Согласны? Нет. 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 Видите? Не согласен вам. Вот это вам все. Вот, ну, чтобы нам пояснить, нет. Вы вот так объясните, что, ну, подойдите. Вот это вот выражение, да? Это вот написано. Видите? Да? А вот это вот выражение. Это с крестом, переменного сопряжения. Да, понятно. Получилось, что это выражение. Дальше он говорит, что вот это вот, то, что подчеркнут, он поставит вот сюда, вот в это место. Имеет право, да? Потому что это число. Это просто число. Ну, как? Строка на матрице на столбец, это просто число. Вот он сюда его поставит. Тогда, а после этого, вот, начинается с К2 и кончается К2, да? Вот так вот. Опять вот, только то, что вы здесь расписывали по интексам, берет, перевоставляет, возникает шпур. Где шпур начинается теперь вот с этого выражения, да? То есть он перенес сюда гамма-мю. Вот это стоит матрица плотности. Гамма-ню. Вот теперь вот это здесь стоит матрица плотности. Опять гамма-мю, да? Потом К1, матрица плотности, гамма-ню. И вот это здесь стояла матрица плотности. Так, да? Ну, теперь давайте считать. Теперь легче считать. 1, 2, 3, 4, 8, да. От 8 гамма-матрица считать надо, да? Вот. Ну, часто, да? Считать будем нам от 8 гамма-матрицы. Ну, чтобы эту тяжесть нам облегчить, давайте обсудим некоторую формулу. Которая нам позволит это сделать. Вот. Давайте, смотрите, гереги. Вот это, смотрите уже. Я так понимаю, здесь все понятно, да? С этой стороны. Вот. Стирайте. Ну, вы дома проехали там. Где бы не ошиблись, индексы не потеряли. Или еще что-то. Ну, по-другому. Хоть мы старались, но могли ошибиться. Ну, вообще, стирайте наверху, человек. Ну, да. Ну, да-да, я так скажу. Давайте вспомним соотношение гамма-мю на гамма-мю плюс гамма-мю на гамма-мю равняется 2G-н. Это шутило. Гамма-мю плюс гамма-мю плюс гамма-мю плюс гамма-мю равняется 2G-н. Есть такое соотношение? Теперь давайте домножим это соотношение на а-мю. Ну, а нет, нет, нет. Тогда будет что стоять? А-мю на гамма-мю это будет а со шляпой, правильно? А со шляпой, гамма-мю плюс гамма-мю. А со шляпой опять будет стоять, да? Ну, гамма-мю, ой, извините, наоборот, да. Стоять гамма-мю, а со шляпой, да? Почему а со шляпой когда-то? А здесь будет 2а-мю. Ну, вверху пишите когда-то. Так, да? Теперь это соотношение, вот это соотношение. Давайте слева, справа, слева, справа перепутал. Умножим на какое-то соотношение. Умножим какую-то матрицу гамма-мю. Будем иметь что? А со шляпой, гамма-мю, М некоторая матрица, да? Которую мы сейчас будем обсуждать. На гамма-мю плюс гамма-мю, а М гамма-мю, да? И равняется 2а со шляпой. Нет, прям сначала стоит. Хорошо. Так, да? Это понятно? Понятно? Вопрос. Нет, ну, вот это имеется соотношение. Это соотношение матрица, правильно, да? Ну, да множили М, М некоторая матрица, да? И, что он говорит, это тоже матрица известна. Да? Мы можем, так сказать, матрицу справа на какую-то матрицу. Имеем право, да? Вот. А теперь будем получать некоторое соотношение. Размём сначала М равняется единице. У меня вопрос. Почему в правой части 2а-мю получилось? Мы же справа на матрицу умножаем. Как нас просилось? У нас задолжены 2а-мю, на-мю, на-мю, на-мю справа. Включайте. Или вы ждёте, что я его могу отвечать? Не отвечайте ему. Ну, как бы, в каких индексах у нас? Вам в какое место непонятно? Левое, правое? Куда они говорят? Да, вот так вот. Вот. Давайте в деле мы напишем. 2а-мю умножается на м гамма-мю. А-мю умножается на м гамма-мю. Это равно 2м а со шляпой. И а со шляпой равняется а-мю на гамма-мю. В этом вопрос был? Да. Ну, вот эти. Надо представители начинают не понять, когда сразу всё объясните. Значит, теперь м берём равном единице, да? Какое получается от начальника ещё? А-гамма-мю. Гамма-мю. 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 А-гамма-мю. А-гамма-мю. Так же, да? Вот это сколько? Гамма-мю на гамма-мю. Гамма-мю. Гамма-мю на гамма-мю сколько бы были? Ну, это одно отсюда, да. Ну, это одно что здесь, да. Сколько бы были? Четыре. Согласны? Что четыре были? Тогда вот это четыре, да? Переносим сюда. И получаем, что гамма-мю. Гамма-мю. А со шляпой на гамма-мю. Равняется минус два А со шляпой. Значит, для чего я вас заставляю это считать? Смотрите. Здесь вот будут возникать такие гамма-мю, гамма-мю. А здесь вот сколько-то матриц стоит. Видите? Да. И мы, как это, быстро сейчас все это дело упростим, да? Теперь. Ну, здесь одной из двух недостаточных гамма-мюстей для гамма-мюстей. Раз. Два. Три. Матриц. Да. Нам так придется до трех стараться. Вот. Вычислять. Ну, давайте теперь вместо М поставим вектор. Ну, какой-то здесь у нас А. М будет В со шляпой. Да. М будет равно В со шляпой. Тогда пишем вот это сооткручение опять. А со шляпой гамма-мюстей. В со шляпой гамма-мюстей. Ну, понятно, да? Смысл уже вам понятно, да? Что нужно делать. Так, да. А теперь смотрите. Вот это вот мы уже знаем. Да? Ну. В общем, вы уже поняли. Знаете, что нужно делать дальше? Значит. Здесь вот стоит. Значит, вопрос. Да. Ну, конечно. То есть, получается сразу гамма-мюстей. В. Гамма-мюстей. Робни Айц. Здесь будет 2ВА. Почему? Ну, минус 2. А, ну, там 4. Другой. Ну, здесь минус 2. Да. Переносим туда минус 2. В стезисе АВ там в раз. А. Не надо 4 писать. Не надо 4 писать. Правда? Ну, а это... Можете дальше расписать? Честно. Не надо. Это чему равно? Понятно? В. Ну, вот здесь. Соотношение, да? Ну, вот здесь. Ну, вот если вы вернетеся опять к этим соотношениям. То есть, например... Там, не знаю. Не надо. Здесь минус 3, альфа В. Да там. Ну, понятно. Вот та альфа, да? Ну, попробуйте расписать дальше. Сколько будет? Продолжение следует... Нет, только здесь надо по-другому написать, так у вас ничего не получится. Перед альпу поставим а, бэта, индексы по-другому поставим. Ну, а теперь а и б можно вынести, правильно, а это будет два же дня. Получается всего четыре, то есть коряковые соединения а на бэ. То же 50 их шляп, то а умножить на бэ. Давайте так лучше писать из-за бэта. Ну, копки-ставки, а не умножать-то ставить. Вот, четыре а бэта. Правильно? Согласны? Ну, и еще давайте в одном вычисле. Мы видим, что нам нужен три. Ну, то есть вот такие соотношения позволяют вам, если там есть повторяющийся индекс, то быстро все уменьшить. Ну, видно, что там было восемь этих самых гамма-матриц. Ну, там мю-мю есть и ню-ню, да? Таким образом мы можем его до четырех свистеть. Очевидно уже, правильно? Ну, давайте попробуем за счет вот этих гамма-матриц. Да, да, ну, конечно, да. Давайте я доделаю, я понимаю, что перерыв, но сейчас доделаю, потом... Вернее, перерыв уже прошел. Когда мы все пришли, вот так вот. Так, понятно, да? Давайте посмотрим, правильно он все написал. Вот, а, гамма, ню, там, б, с, поставил, да, гамма, ню, здесь стоит, да, гамма, ню, а, б, с, гамма, ню, здесь стоит 2, б, с, а, ну, все. Значит, смотрите, честно, да, вот здесь понятно, да, что нужно сделать, мы только что вычислили, да, но отсюда можно написать соотношение, знаете, которое равняется гамма, ню. Ну, напишите пока что-то что-то есть, а потом подумай, что дальше делать с этим выражением. А, здесь еще. Скажите, вы все написали вот так, еще раз, гамма, ню, б, с, гамма, ню, ню, а, б, с, и здесь б, с, а, да, теперь вот это выражение, да, которое нам нужно, да, пишите, здесь пишите 2, только б, с, а, да, а здесь переставляем, там получилось 4, б, с, и а еще, да, а стоит, б, с, да, и а стоит. Вот так, да, посмотрите, так, да, ну, а это как можно, не, 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 вот это переставить, да, c, b, сюда, вы все переставили, что было c, b, а, тогда вот это сократится, да, нет? Непонятно, что говорю? Ну, вот вы в обочеренном соотношении, посмотрите, где у вас было, вот, сейчас, видите, я потерялся, где у вас было, 4, а, вот, вот, вот это вот, да, она 4, а, вот, ну, перестановка, она подняется 2, а, правильно, переставите 2, а, вот, вы уже выглядели, да, Ну, там, вот, если переставите, да, то есть, смотрите, вот это, да, 2, c, b, а, да, переставляем, да, 2, и здесь с этим сохранится, правильно, да, и еще минус, да, получится здесь, здесь-то минус поставить, Ну, не здесь минус, а там, когда переставили, то минус. Согласны? Ну, как это, поле очень большое, да, можно при 4, при 5, вот, вычислять и так далее, да, но на этом мы остановимся, я надеюсь, вам все понятно, да, как это делать, потому что нам нужно только, нам хватает до 3, правильно, видите? Да, согласно, да? Ну, и давайте тогда, что, нам вот, ну, запомнили, да, или давайте его здесь затрем, наверное, громадочный момент, да, затрем, давайте, и сейчас попробуем вот этот сосчитать еще, шпор, на этом, наверное, заборчим, с этой задачей, да, я его слева, 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 старайтесь, да, я думаю, что мы совсем до конца этой задачи не будем, если вы ориферику доделываете дома, да, в принципе, все вычислили, сейчас вычислим, да, но опять, если мы здесь m положим равным нулю, да, то будет шпор, давайте, гамма-ну, давайте я продиктурую, шпор от гамма-ну, к2 со шляпой, гамма-ну внизу, гамма-ну внизу, к2 со шляпой, гамма-ну внизу, гамма-ну внизу, ах, так, 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 Понятно, да? Ну а теперь смотрите, легко все вычисляется, да? Например, берем, не знаю там, вы еще входите. Например, гамма-мю, да, гамма-мю. То есть, что вы должны? Сколько у нас получилось? Минус 2, и все вот так вот перестали. Ну вот, сюда идите, скажите. Вот, где вы вычисляли? Вот, видите? Янус. Вот это вот, вот, выражение, да? На минус 2, и все перестали, да? В противоположном порядке, да? То есть, это будет, как шпура, минус 2, это появится. И шпура чего будет? Ну что-то, с гамма-мю, да, начнем. Это будет P1, гамма-мю, K2. Вот. Ну и осталось, что K1, гамма-мю, K2. Проверьте, так или не так? Властно? Да, а это опять известно, да? Оно явно здорово. Вот это. Так, 4 АВ. Да, его сразу из-под шкуры можно вынести, правильно? И скалярных из них уже не матрица, да? То есть, это будет, что там, минус 2, да? К1 на К2, и шкур будет от P1, P2. Согласны? Ну, а шкур от P2 мы послали на связь же, а? Это, сколько это? Это, сколько это? 4G-мю, да? Ну, то есть, это будет 4, P1, а P2, да? Ну, то есть, получается, что там, 4G-8, 32, P1, P2, P1, P2, да? Согласны? Ну, проверили. Ну, как же, казалось бы, шкур самый длинный, да? Но вычислить его в каком-то смысле проще, да, казалось, чем то, что мы начинали до этого. Ну, я хотел, в общем-то, здесь продемонстрировать, что есть вот такие органы, которые могут сильно облегчить жизнь при вычлении шкуры. Вот, ну, а дальше уже арифметика, да? И мы её сейчас уже здесь не будем на семинаре, да, подруга расписывать. Я предлагаю вам доку, спасибо. Вот, а я, как это, напишу ответ, который вы должны получить. Постараться пока. То есть, если вот квадрат тут добавить ещё и ещё там остальное, вот, док, то должны получить, что для сигма под омега равняется арк в квадрате на е в квадрате на 3 плюс 8 в квадрате на 4 си на 4 в квадрате. Ну, это релятивистский случай, естественно. Ну, вы можете вычислить, сейчас вы могут, да, вы сейчас можете делать всё, что хотите, да? Вы могли вычислить, не пренебрегая. Вот. Там остальные члены не так много. Какие есть по этой части вопросы? Ну, то есть, вы можете ещё раз повторять. Я думаю, это уже дальше совсем алифметика, которую я хочу делать сейчас подробно на доске, чтобы не занимать длительное время. Есть какие-то вопросы? Вопросов нет. Ну, тогда перерыв, да, сделаем. Я думаю, непонятно, что наперём. Что делать? Что делать? Сначала стереть доску. А потом будем думать, что нам дальше делать. Из доски-то как? Значит, следующей задачей у нас будет вычислить рассеяние потона на электроне. Ну, для этого нам понадобится электронный пропагатор. Ну, не знаю, как это, можете поверить в нас, что понадобится. Вот. Попробуем его вычислить. Ну, я предлагаю, чтобы потом не прорываться, когда будем вычислять течение рассеяния на электронный пропагатор. Вычислить его сразу, а потом уже вычислять. Ну, как я уже сказал, поехали на слово, что нельзя я буду вычислять его. Значит, поэтому первым делом давайте вычислить электронный пропагатор. Пропагатор для скалярной частицы мы с вами вычисляли. Для фотона, ну, он там вычисляется подобный, и в этом случае я написал в голову всякого показательства, хотя там оно, в общем-то, очевидно. Ну, мы на лекциях вам, наверное, тоже это рассказали. А вот давайте теперь еще обсудим электронный пропагатор. Кто с доски идет? Сегодня я не буду писать. Сегодня вы будете писать. Как это? Идите в гармонию и отсидитесь. Кто следующий? Раз, два, три. Так, ну ладно. Ну, сосед тогда. Я не знаю, по какому принципу мне на вас еще один вызов. Ну, сосед у вас пошел, и вы за него встречаете. Сейчас, подойдите. Стирайте доску. Можно все и стирать, так как все эти термо не понадобятся, чтобы потом не отрекаться. И, ну, давайте запишем все, чтобы вспомнить, что такое, как напишу голову, функцию для чистки со спином 1, 2, и ПСИ, да? Потом мы определим все произведения, как у рога будет повысить. Итак, давайте начнем немножко издалека, да? Пишем Си равно чему. Си равно. Оно равняется, как мы назвали, сумму, да? Как видно, это корень 2s в равен v, здесь скобка u, да? Не-не-не, это не надо, да? Сейчас мы потом поставим. Ну, от каких-то там индексов, да? Ну, от k и от прям-то, да? Вот. Вот. На что? На оператор a, да? От того же, который калям не зависит, да? Вот. И на экспонент там. Минус i, v, x, да? Ну, мы говорим. А, выкапишь. А, выкапишь. Ну, хорошо летает. Да. Плюс v, да? Опять. Ну, тоже калям не зависит. Ну, даже сумма, да? Вот. Если сумма, по крайней мере, то, да. v, r, вот. Не-не-не-не. А пирадов – это v, крест, да? Они все эти гектаи, согласны, да? Нам понадобится еще с 4, да? У ее легко можете написать. Вот. Ну, тем не менее, давайте. У с 4, да? Ну, чтобы глазами все равно было. Да? На что? На а – крест. Вот. А теперь давайте сразу введем обозначение. То есть, поделим. Вот это, например, назовем «пси минус», да? Ну, там пишем «пси минус» плюс «пси плюс», да? Вот так далее. А здесь будет что? Правняется «пси с чертой плюс», да? «плюс» «пси с чертой минус», да? Ну, нам так удобнее будет. Вот. И теперь давайте вышли в t-произведение. t-произведение от чего? «пси альфа от икс», «пси альфа от икс», «пси с чертой бета от икс». «пси альфа от икс», ну, какой-то компонент, ну, их две, да, здесь? Вот. Я помогаю сразу индексы расставить, так вот, не знаю, удобнее. Значит, да, «пси с чертой бета от икс». Нет, только не икс, а икс, да? Вот. Это расписывается как? Знаете, да? Если икс ноль больше чем у икс ноль, да, это как? «пси альфа от икс», «пси с чертой бета от икс», да? Если сразу пишем, если икс ноль больше, нет, не икс просто, а икс ноль, да? Ну и внизу можно сразу написать, что это будет, если в обратную сторону, да, то это будет «пси бета от икс», да, с чертой. «пси с чертой бета от икс» Так, только ещё что нужно сделать? Что вы забыли? Скажите, что он забыл? Минус. Сам вспомнил, пока от вас доживешься. Минус, правильно? Актераторы дременные. Теперь мы можем это представить, помните, в виде нормального произведения плюс некоторое число. Для этого, помним, вот эти, нам написали, давайте, например, верхний расписать, нижний будет просто расписать. То есть, это будет сколько стоять? Пси минус, да? Актера, да? Плюс Пси. Не-не-не-не, только изучать. Плюс актера. А ты, кстати, только х пишите еще. А здесь будет стоять, как умножается это все, да? Вот на Пси с чертой бета, опять минус, да? И плюс. Вот. Так, да? Теперь, если вы перемножите, да? То там будет как нормальная форма, так и ненормальная, да? Ну, тогда нужно это как будет. Понятно, да? То есть, пишем, вот это будет произведение вот этого, да? Это нормальная форма. Ну, пишите Пси, да? Пси минус альфа от ик, да? А Пси бета от ик, да? Это нормальная форма. Чтобы есть вот это, но это тоже нормальная форма, да? Плюс. Есть еще вот эта величина. Пси альфа бета, вот на Пси чертой бета, да? Пси альфа плюс, да, когда бета перемножается. А Пси минус бета от ик. Так, да? Это тоже нормальная форма. Со что? Нет, да, это, как я говорил здесь, я сначала этого прилагал, перевножаем. Плюс-плюс. Нет. Минус-минус, перевножаем. Минус-минус и плюс-плюс перемножаем, здесь плюс поставки. Смотрите, вот это на это, вот это на это, да? Потом вот это на это. Это все нормальная форма будет, да? А вот ненормальная форма будет, а вот ненормальная форма будет, когда? Когда вот это на это, да? А давайте, мы пишем вот. Си минус альфа от икса, но Пси бета с чертой, да, плюс от ик. Понятно, да? Ну, а как сделать, чтобы была нормальная форма? Плюс что? Значит, нужно что здесь? Отнять и прибавить, да? То есть, ну, понимаете, да? Ну, вот это ненормальная форма, да? Значит, для того, чтобы получить нормальную форму... То есть, смотрите, в нормальной форме это бы выглядело так. Пси плюс чертой, да? В это так, ик. Пси альфа минус, да? От икс. Вот нормальная форма. Согласно? Ну, вот, если бы я... То есть, смотрите, 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 если бы я здесь поставил букву n, да? Ну, и предполагал, что это в нормальной форме, да? Ну, вы как стали писать? Вот это на это, это на это, это на это... А это было переставлено. Причем, учебный знак еще минус. Правильно, да? То есть, вот это вот уже будет, вот, вот эта вся величина будет в нормальной форме ставить, да? Ну, коли я сюда это добавил, то я должен и прибавить. Правильно? Согласны? И это будет означать, что это равно все. Буква n, так сказать, нормальная форма от вси альфа на вси чертой бета, ну, уж просто нормальная форма всего этой величины, правильно? Ну, то есть, вси альфа на вси бета. Ну, вси альфа на вси чертой бета, да? То есть, и плюс вот эта величина. А это что такое, можно сразу записать, это антикоммутаток, да? Согласны? Как-то они смотрят на нас. Не, странно. Вот. Антикоммутаток. Вси минус альфа на вси, да? Вси бета. Только там плюс, да? Ну, как-то стоит. Вси чертой бета. Ну, посмотрите, так или не так? Ну, как это так? Оценить он старался. Теперь, смотрите, есть еще вот это выражение, да? Ну, его, наверное, мы уже так подробно не будем расписывать, а как это? Сообразим, да? Или как это правильно сказать? Или не сообразим? Ну, то есть, смотрите, что я замену, ну, понятно, да? То есть, опять будет нормальное разведение, и что еще? Ну, хорошо, посмотрите. И минус, да? Оно все минус, да? Ну, вот. Опять же, что я скажу. Вси минус только от чего? От черты, да? Абета, да? От грика, да? Ну, просто замена альфа на бета, да? И черта на не черту, да? Согласен, да, с этим? Вот. То есть, получил вот это выражение, да? Ну, если я... Когда-то он мог бы переставить, то он плюс уже мог бы, посмотрите, не будет переставить. Ну, понятно, что это будет... Т произведение, оно будет означать, что нормальное произведение, потому что вот это величина, где мы писали, вот это, да? Совпадает с тем, что там написано. Да? Там просто операторы переставили. Так, да? И плюс вот это, это там выражение. Вот это, да? Когда x0 больше и вот это. Ну, вот, давайте, я продолжаю, вот эти вот как-то вверх их сохранить, а мы дальше, так сказать. Ну, то есть, это будет нормальное произведение, вот, вверху, вот здесь строчкой подставки где-то. Вот. И это будет вот это. Когда x0 больше и вот 0, это будет все еще, все минус арка там. Коммутатор, да? Антикоммутатор. Серфер от x-а, да? А для y0, да, наоборот, да, будет вот то, что минус, то, что около вас написано, да? То есть, нормальное произведение плюс вот эта величина, которая является вот тем самым пропагатором, правильно, да? Ну, теперь осталось только вышлить вот эту величину, да? Ну, я имею в виду это и это вместе, да. Ну, для этого вот я об этом предлагал сразу писать, да, потому что вы можете повоспользоваться вот этой величиной, правильно, да? Вот. То есть, ну, смотрите, ну, мы с вами сейчас уместо считаем, да? Вот смотрите, здесь стоит вси минус, да, это а, да, стоит, да? А вси крест, да, вот этот вот, это а. А крест, а крест, а крест, правильно, да? С исчертой а крест, да? То есть, коммутатор а крест, мы знаем, чему равняется, да, или не знаем. Ну, коммутатор для бозона, да, а крест, был равен, чего, единице, да? Когда тут головы иногда столько совпадать были, да? Вот. Ну, то есть, здесь как бы возникает двойная сумма, да? Ну, понятно, да, сумма это и сумма это, правильно? Ну, в каждой, одна сумма пропадает, потому что индексы из одной суммы, которые совпадают с другими индексами, правильно? То есть, остается одна сумма. Ну, и получается, корень, корень и пропадает, да, то есть, получается, единица на 2f в, да, на 2f в, понятно это, да? Вот. А здесь остается, когда, ну, k совпадает вот с этим, k. Так. Когда экспоненты, что, единица, вот, здесь стоит x, а здесь стоит y, да? Если выкнуты у них хорошо, она тогда будет дальше. Так, и kx, а здесь плюс и kx, правильно, да? Вот. И еще что осталось? уLk, науки второй . . . . Да, вот пишите им сколько-нибудь, я бы скажу её. И сумма осталась еще пока, правильно? Согласны? Нет? Здесь можете также написать, да? Это будет тоже ездить на 2 и встану В, и там будет что-то стоять В, В с пверхтой, да? Вот вы еще индексы не написали, нет, подожди, ну, это не важно, но тем не менее, будет стоять В с чертой сначала, да? Ну, будет стоять В с чертой, В, да? Еще индекс давайте расставим, что же здесь стоит альфа индекс, да? А здесь стоит индекс бета, да? А здесь стоит как индекс бета, да? А здесь стоит индекс альфа. Согласны? Проверяйте. О том, как мы с вами делали, теперь все, дальше очень похоже на то, что мы уже с вами тоже делали, но это тоже, конечно, похоже, да? Сумму мы заменили чем? Чем мы заменили сумму? Интегралом, да? Помните? То есть суммирование пока, да, это что такое? В на Д3К на 2 пик кубик, правильно? Ну, сумма или интеграл можно написать, да? То есть тогда мы можем написать это и то, да, в виде интеграл, да? Это будет сколько? Единица на 2 эксел, да, с интегралом, да? На экспонент остается Вы сейчас сюда в доску залезете Здесь стоит У альфа, да? У В альфа, да? Здесь стоит что? В на Д3К на 2 пик кубик, правильно? То есть В, естественно, сокращается, да? Ну, то же самое можете переписать здесь Что непонятно, говорите? Здесь же надо быть антикоммутатор Да, может, у нас... Да, вот они, вот антикоммутатор Вы, наверное, за скобки, наверное, борются, да? Что, вот здесь квадрат написали, какую-то фигуру написать надо Я правильно понимаю? Нет, у нас в этом смысле вот антикоммутатор получается, правильно? Запишите здесь фигурную скорку, чтобы они не перерывали Ну, вот Ну, и здесь, да Ну, теперь, в принципе, так как альфа и бета, мы можем переставить, да? Смотрите Вот это можно переставить сюда Ну, здесь же имя состоят А это всё переставляется Согласны? Ну, давайте переставим Так, только будет ещё минуту, это самое Потеря 20 минут А то сейчас и то будет у нас Так, да? Ну, какие дальше могут быть предложения? Здесь стоит Здесь стояла сумма, правильно? То есть, сумму мы по d3k заменили, да? Но сумма по поляризациям здесь осталась Согласна? Ну, напишите здесь на ответ Если ещё раз думать Потому что мы Ну, вот Вспомните, да? Сумма здесь как по k, так и по лямбе, правильно? Минус По k заменили на интегралов Сумма по лямбе осталась А смотрите, сумма по лямбе Это касается только вот этих величин Согласны? А вот эти величины Сумму по лямбе мы опять-то знаем, да? Чему они равны Мы сегодня только что ждали И писали Чему это равняется? Что? Ну, то есть, p со шляпой, да? Плюс м Ну, вот это вот У на у чертой, да? Это равняется p со шляпой плюс м Ну, альфа в это признает, да? А здесь будет состоять, что П со шляпой минусе Правильно? Ну и пишем Еще давайте Продолжение следует... Смотрите, так? Ну, дальше что можно сделать? Ну, смотрите Ну, смотрите Сейчас и вас Научу Хорошую Сделаем Сделаем Вот так, теперь Ну, давайте Давайте Так Да-да То есть, когда вот этот Толь Плюс м Плюс м Оно Пропадает Остается Только в этой машинах Ну, сейчас вы проверили, что я Правильно вам подсказал Посмотрите Смотрите Смотрите Диффинцируете здесь Да? Вот здесь Это минус Значит, это будет Плюс Правильно? То есть, как раз То, что Ну Да? А Когда вы Диффинцируете Сейчас Да Нет, ну Теперь А вот это Вы Вот это Выражение Остается Понятно, да? Ну А здесь Как раз Получается Вот Одновременно Ну Здесь Ну Минус Получается Да? Потому Что Вот Минус Вносите Вот Правильно? Да? Посмотрите Так Или Или Так Или Или Так Ну Что? Пусть они осознают Что вы сделали? Ну Вот А Смотрите Осталось Либо 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 Ну Ну Сумма Так Правильно У нас получилась Да? Но Вот эту величину Мы записывали Сумели записать вместе Помните? Когда написали Д4К Помните? Или не помните? А? Ну 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 Да Ну Дальше Да Ну Это все здесь Твой надо поставить Да Твой написал ТОК Ну Напишите У него одну букву А то правда У нас это Нехорошо Так Да? Вот Ну Вот эту величину Вот эту величину Когда Х0 больше чем Умель 0 А вот эта величина Х0 меньше чем Умель 0 Правильно? Этот мы уже расписывали, когда мы учителяли пропагатом глистолиарной частицы. То есть, вот только вот этот отличается вот на эту величину. То есть, когда это можно записать всё вместе, как вот эта производная ночь на интеграцию, да? То есть, это будет и dx плюс n, а вот это, да? А здесь будет интеграл. А интеграл что там будет? И поделить на двакив четвёртый, помните, на d4k. Вот это вот экспонент, да? Я не знаю, но вспомнил, я не буду ещё раз, так сказать, про схавы, где высоко числа и про холь-холь-холь. Так, да? А внизу что стоит? k в квадрате, да? Нет, этому уже не надо. k в квадрате, да? Что там, минус m в квадрате? Было такое? Плюс и ε. Ну, и ε может и, маленькая первичная, и ε. Это задаёт обход контура, обход пылесоса. Ну, вспомнили или не вспомнили, я не знаю. Или нельзя вспомнить. Это пропагатор для скалярной частицы. Мы его выводили. Давно, правда, это было, но... Так, да? Вот. То есть, вот это вот, вот эти два интеграла, обменяются вот в этот. Да? Потому что, ну, что мы сделаем? Можем добавить вибрирование, да? Вот. Контурнее. Либо вниз, либо вверх. Так. Если мы теперь продифференцируем это, потому что шестой пропал. Так. И ещё остается. А, вот. У нас же есть люди. Можем добавить. Сети. А вот тут, как-то, вот сети. А, да. Так, да. А здесь остается сколько? Да. Экспоненты, конечно, остаются. Хм. Так. Выходим. Уходим. 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 Молодец. Смотрите. Для пропагатора, когда мы вычисляли Т-проистеление, для скорябной частицы у нас получилось без этой величины. Правильно? А теперь вот здесь вот такая добавка. То есть получили вот это вот то, что называется пропагатором электронной частицы системы 1,2. Ну, эти экспоненты, это все понятно, да? Иногда это записывают еще так. Вот это величину мы можем записать как Е. Вот это вот. Мы записать можем как К с минусом, да? Так, да? Непонятно, что это делал. Вот здесь стоит, ну, здесь стоит К плюс М, а здесь мы будем записывать как К плюс М, К минус М. Худо записать? Формально. Это, ну, надо понимать, что такое знаменательство, да, в котором сидит матрица. Так? Вот. Ну, это равняется единицей на К минус М. Ну, так пишут, но все равно вы должны понимать, что, как где-то, как где-то, как сидит матрица, в квадратах нужно разводить. В квадратах я заслежу. В поднятии наверх. Какие есть вопросы? Какие есть вопросы? То есть, вот пропагаторы вы начислили. Какие к ним есть вопросы? Вопросы все замечательно вы сделали. Спасибо. Ну, тогда мы за поднятии на вопрос задели. Нет, да? Так. Ну, что ж, тогда мы один семинар закончили. Вот 10 минут перерыл, да? И начнем второй семинар.